И сейчас, дорогие друзья, хотелось бы поделиться Словом Божьим, и тема, которую Господь положил мне на сердце поделиться, тема вот этой проповеди, называется следующим образом «Божья перспектива на последнее время». Я бы хотел попытаться разобрать некоторые ключевые вопросы. Я думаю, что когда вы сейчас идете на интернет, и особенно когда вы посещаете разные христианские сайты, особенно на YouTube и на других веб-ресурсах, вы найдете очень много разных рассуждений и обсуждений на тему ситуации с этим страшным коронавирусом, которым мир сейчас весь просто погряз, находится в панике, в страхе. В частности, здесь у нас в Америке мы знаем, что происходит, когда сегодня, например, здесь у нас в Чикаго через полчаса будет полный локдаун в штате Иллиной. А мы знаем, что это уже вошло в силу в штате Калифорния, по-моему, со вчерашнего дня. Вот, то есть ситуация действительно кажется очень-очень такой вот напряженной, очень напряженной. И многие люди, в том числе верующие, задаются важными ключевыми вопросами. Как нам на это реагировать? Что происходит сегодня в мире? Живем ли мы прямо уже перед самим, перед событиями великой скорби, перед вторым пришествием Господа, перед Днем Господнем, перед восхищением Церкви? Как нам следует соотнести события, которые мы все испытываем, которых мы сейчас все находимся, с тем, что говорит нам Писание, с тем, что нам говорит Божье Слово? И действительно, дорогие друзья, мы можем увидеть очень разносторонние и иногда противоречивые мнения людей на этот счет, в том числе и верующих. Некоторые скажут, что вот этот вирус, который сейчас происходит, который сейчас фактически как бы атаковал весь мир, это уже и есть исполнение конкретного какого-то библейского пророчества. То есть люди пытаются найти в Библии какие-то пророческие указания, которые конкретно указывают на вот этот вирус, который сейчас вот вспыхнул в марте 2020 года. Другие же говорят, нет, это лишь одно из тех событий, которые предшествуют событиям с самого последнего времени. Другие вообще в этом ничего не усматривают и говорят, ну это всегда было в истории человечества. То есть мы увидим, что есть очень полярные взгляды на этот вопрос, но мы постараемся с Божьей помощью осветить этот вопрос через призму Священного Писания, чтобы мы могли понять для себя, дорогие друзья, что Господь нам сегодня хочет сказать. И я надеюсь, что с Божьей помощью вы сможете для себя получить библейские ответы на эти вопросы и также помочь другим людям, может быть другим верующим, которые запутались, которые находятся в страхе, волнениях, переживаниях. Действительно сейчас время очень непростое и можно это все понять по-человечески, но когда мы смотрим на происходящие события с духовной перспективы, с божественной перспективы, нам приобретается абсолютно другой взгляд, абсолютно другое видение. И вот этим видением я бы хотел поделиться с вами сегодня. Те мысли, которые я вам скажу сегодня, моей перспективой не являются своего рода истинной последней инстанцией. Это Бог является истинной последней инстанцией Его Слово Библия. Тем, что я хочу поделиться, это мои размышления. Я верю и надеюсь, что они основаны на Писании, что я не от себя буду говорить. Но, как Господь говорит нам Своим Словом, всегда призывает нас, чтобы мы были как верийцы, чтобы мы изучали Слово, чтобы мы исследовали Слово. И если у вас будут какие-то вопросы, какие-то дополнительные размышления о после проповеди, пожалуйста, делитесь, не стесняйтесь. Хорошо, потому что мы тут все друзья, мы друг друга любим, так я надеюсь и верю. Господь нас любит. И тот факт, что мы уже тут собрались, это не просто, так сказать, ну, просто так вот, мы тут такой небольшой религиозный клуб. Нет, я думаю, что это будет неправильно. Я верю и надеюсь, что мы тут собрались как члены Тела Христова, как члены Церкви Божьей. И именно с таким взглядом и видением хочется мне вот поделиться этими размышлениями Слова Божьего. Хорошо? Так что я бы хотел начать с такого небольшого обзора, очень краткого, в течение, может, нескольких минут, того, что происходит сегодня в 21 веке, в 2020 году. Кроме вот этого вируса, который сейчас украл весь мир в страх, в панику и ужас, многие люди или не замечают, или просто не знают о других мировых катаклизмах, которые происходят уже, даже на этой неделе происходят, и в течение всего этого месяца. Я не знаю, если вы слышали, что страны Ближнего Востока и многие страны Африки сейчас поражены огромным нашествием саранчи. То есть сейчас мы видим, что это не только этот вирус, который просто всех вводит в страх и все на нем спокусированы, но саранча, который люди не видели, я не знаю, в течение десятилетий, если, может быть, не столетия. Вот. Это вот еще одно тоже мировой катаклизм. Другой мировой катаклизм – это землетрясение. Мы знаем, что только вот на этой неделе, только вот на этой неделе в Америке было очень сильное землетрясение в штате Юта. Почти в 6 градусов, 6 баллов, да, я просто на английском это было слово, извиняюсь. 6 баллов. То есть удар был очень сильный. И самое интересное, что эпицентром, насколько я знаю, этого землетрясения был город Salt Lake City. Это, насколько я знаю, столица штата Юта. И это же центр храма мормонов. Вот. И интересно, люди засняли этот момент, что там же главный храм, и там на храме стоит так называемый их ангел, которому фактически это уже ангел, фактически какой-то бес, в которому они верят, которого они называют мороной. И у него от землетрясение отлетела труба. Если когда-то видели, как их храмы выглядят, у них везде эта фигура стоит с трубой. И у него отлетела труба, и люди, которые там живут, говорят, что когда смотришь со стороны, выглядит, что как будто вот эта фигура махает вот так вот, как будто машет вот так вот в небо вверх своим кулаком, потому что труба уже отлетела. Поэтому такое немножко так звучит, как анекдот, анекдотично, но на самом деле это все, я считаю, все показатели того, что действительно многие мировые события происходят. И эти мировые события, дорогие друзья, они несут в себе явно духовный определенный посыл, явно духовный смысл. И за этими силами стоят сверхъестественные силы. Вот это очень важно понять, дорогие друзья. Это просто такой вот краткий, очень краткий обзор из того, что я читал. Я уверен, что вы можете привести много других примеров из того, что вы читали в новостях, о том, что происходит, кроме вот этого вспышки, этого страшного вируса. Но давайте же вспомним очень важный духовный момент, ключевой, для начала наших рассуждений. Мы понимаем, дорогие друзья, что несмотря на все то, что происходит сегодня в мире, как сейчас мы пели в этих прекрасных песнях, мы знаем, что Бог есть. Мы знаем, что Бог существует. Мы знаем, что Бог – он живой Бог. Мы знаем, что духовный мир реален. И что все, что происходит сегодня, оно все, ничего не происходит без Божьего надзора и Его разрешения, и Его изволения. Я хотел обратить ваше внимание на одно место из Священного Писания, из книги Иова. Книга Иова, один стих, Иова 33. Очень-очень глубокий стих. Вообще, книга Иова, она замечательная и достаточно сложная в некоторых своих местах. Но она стоит того, чтобы глубоко в нее вникать, ее изучать. Если мы обратимся, дорогие друзья, к книге Иова, 33 глава, 4 стих. Иова 33 глава, 4 стих. И это слова Илюя. Вот, может быть, вы помните, что у Иова было трое друзей. Он страдал, мучился, как раз он был поражен очень тяжелой болезнью. У него был не вирус, у него была страшная проказа. А это не намного лучше, которая тоже очень часто приводила к фатальному исходу. Но мы знаем, что Господь его исцелил и восстановил. Слава Богу. Но до того, как это произошло, и после того, как с ним вели беседу трое его друзей, мы читаем нечто очень интересное. Мы встречаемся с четвертым героем. Этот четвертый герой не был другом Иова, но этот четвертый герой был Божьим посланником. И есть разные мнения на этот счет, кто же был этот человек. Но его имя Элиуй. Элиуй. Интересно, что его имя с еврейского языка значит «Он мой Бог». Эли-У. «Он мой Бог». Вот это значение его имени – Элиуй. А некоторые даже предполагают, что Элиуй был Божьим посланником, небожителем, которого Господь послал Иову перед тем, как сам явился ему в 38 главе книги Иов, дорогие друзья. Поэтому очень интересная фигура, очень интересный образ. И здесь, в четвертом стихе, он обращается к Иову и говорит следующее. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Очень-очень глубокие слова. Очень глубокие слова, которые… А, я думаю, мы все можем сказать «да» и «аминь», подписаться под четвертый стих. И можем действительно так сказать. «Да, Дух Божий создал меня, и Божье дыхание Вседержителя дает нам жизнь и сегодня». И это как духовное напоминание для всех нас и для наших родственников, для наших друзей и для неверующих, с которыми вы общаетесь. Очень хороший стих, который вы можете использовать в евангелизации, в ваших беседах, для того, чтобы напомнить себе и другим, что Дух Божий – это есть Бог, что Дух Святой – это есть Бог, это есть Руах Аковешный, есть Руах Эллоуин. И вот этот Господь – Бог, и есть Тот, Который здесь держит нас, и Который держит весь этот мир в своих руках, дорогие друзья. И ничто не является, никакие события не являются выше Божьего авторитета или не подчлены Его суверенной власти. И это великая истина, дорогие друзья, которую тут Господь говорит, и Он хочет укрепить нас для того, чтобы именно через эту призму, эту перспективу мы смогли смотреть на все события, в которых мы живем. С этого я просто хотел начать. А теперь же, переходя вот конкретно к ситуации, которую мы сегодня видим, как нам следует оценивать ее? И я предлагаю вам посмотреть на эту ситуацию через призму Священного Писания, через призму двух категорий. А первая категория – это призма Божьего посещения мира, Божья призма того, что Господь посещает сейчас земной шар, планету Земля. Я хотел бы поделиться с вами этой перспективой на основании пророческих слов, которые Господь открыл пророку Исаии, пророк Ишаяу, пророк Исаия, один из самых величайших пророков Библии, дорогие друзья, которых мы находим в Слове Божьем. Библии, пророк Исаии, 26 глава. И давайте мы прочитаем стихи с 9 по 13. Стихи с 9 по 13. И эта глава, она является своего рода и молитвой, и псалмом хвавы Богу, и очень глубочайшим откровением от самого Господа. Давайте прочитаем этот отрывок. Исаия 26, стихи с 9 по 13. И это говорит пророк о своем отношении к Богу. Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде. Будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Господи, рука твоя была высоко поднята, но они не видели ее. Увидят ее и устыдятся ненавидящие народ твой. Огонь пожрет врагов твоих. Господи, ты даруешь нам мир. Ибо и все дела наши ты устрояешь для нас. Господи, Боже наш, другие владыки, кроме тебя, господствовали над нами, но через тебя только мы славим имя Твое. Аллилуйя. Аминь. Какой прекрасный отрывок. Какая прекрасная, глубочайшая молитва, в которой открыты действительно глубочайшие истины Слова Божьего. Просто глубина откровения. Глубина откровения. Этот отрывок заслуживает отдельной проповеди. Очень глубокий. И тут следует разобрать каждый стих очень и очень внимательно. Поэтому я не хочу ни в коем случае попытаться сказать, что я сейчас могу все покрыть и обсудить, и объяснить. Это невозможно. Потому что все-таки я хочу сфокусировать наше внимание на вопрос, который мы сейчас пытаемся поднять, поднять для себя. Какова Божья перспектива на бедствие, которое происходит на планете Земля. Я вижу, дорогие друзья, что мы находим ответ в стихах 9 и 10. Конкретно 9 и 10 стих. Мы видим это во второй части 9 стиха, где написано, «Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире получаются правды». И вот эта первая перспектива, на мой взгляд, которая отражается в катаклизмах, которые сейчас испытывает наш мир, человечество, это и есть то, что написано в Слове Божьем. Мы видим, дорогие друзья, что Господь совершает свои суды на земле. Господь всегда совершал свои суды на земле. А первым Божьим судом, который записан в Библии, был суд потопа, который произошел во дне Ноя. Записана эта история в книге Бытие, первая книга Библии, главы 7 и 8. Мы также знаем, дорогие друзья, что Писание дает намного других примеров Божьих судов. Мы можем вспомнить 10 казней, когда Господь поразил Египту 10 казнями. Вы помните? И 10 казнь, казнь первенцев, как раз это перед наступлением Песоха, Пасхи, следующий месяц. Напоминание того, что было в истории древнего Божьего народа. И мы знаем, дорогие друзья, что тогда Господь действительно совершал свои суды на земле. Но мы должны помнить, что суды Божьи не прекратились, что суды Божьи продолжаются. Нам в Библии нигде не сказано, что суды Божьи прекратились или когда-либо прекратятся до второго пришествия Христа. В Писании ясно говорится, что суды Божьи совершались и совершаются физически, реально, в наши дни, в наше время на земле. То есть события, которые мы видим сегодня, дорогие друзья, не могут быть просто какой-то вспышкой болезни, просто какой-то вспышкой эпидемии в Китае. И вдруг из Китая теперь весь мир охвачен этим вирусом, этим ужасом. Мне кажется, что то, что сегодня происходит, является своего рода, и не только это событие, но и многие другие, своего рода звоночком от Бога для всех людей. То, что на английском называется wake-up call. Wake-up call. Понимаете? Я думаю, что пророк Исаия очень дает нам здравую библейскую перспективу на эту ситуацию, дорогие друзья. И дальше написано следующее. Тогда живущие в мире научаются правде. То есть какова цель Божьих судов на земле? Не просто поразить людей, убить, уничтожить, и чтобы истереть человечество с лица земли. Нет. Это не Божий план. Если бы таков был Божий план, Спаситель бы не приходил в этот мир. А Господь говорит нам очень ясно в Писании, что Господь пришел, чтобы мир не был осужден через него, но чтобы был спасен. Иоанна 3 глава. Поэтому то, что говорит нам пророк Исаия в 26 главе в этой молитве, что живущие в мире научаются правде. Какой правде? Божьей правде. Что значит Божья правда? Это Божий путь. Что значит Божий путь? Это Евангелие. А что значит Евангелие? Это спасение Божие, которое Он дает всем, евреям и неевреям. Слава Ему за это. Итак, я вижу, дорогие друзья, что Исаия 26 глава дает нам очень правильную библейскую перспективу на эту ситуацию. Вы можете свидетельствовать людям, которые спрашивают, где же Бог? Которые говорят, почему Бог допускает этот вирус? Где же Бог? Почему Он это все допускает, что все это происходило сегодня? Мы должны, как я думаю, отвечать Словом Божьим. Если мы будем ссылаться на Слово Божье, мы будем говорить не от себя. Мы будем говорить так, чтобы люди поняли нас, и Бог будет говорить через нас. Потому что мы будем говорить не свое мнение, мне кажется, я думаю, но мы сможем сказать, так говорит Господь. Итак, первая, на мой взгляд, подходящая библейская призма или перспектива на эту ситуацию, это то, что через это совершается Божья судья на Земле. Это первая. Вторая, дорогие друзья, она является, вторая перспектива, вторая перспектива или вторая категория является эсфатологическая. Что это значит? Слово звучит немножко так сложно. Мало-абсолютно несложное слово, это просто греческий термин, который мы используем, когда описываем события последнего времени. Пророчество Библии, которое говорит о конце времен. Вот то, что мы имеем в виду под термином эсфатология. И вот, когда мы смотрим на ситуацию с этим вирусом через вторую категорию, категорию эсфатологии, для нас открывается нечто очень-очень глубокое, интересное. Давайте обратимся к трём параллельным отрывкам из Евангелия. И увидим, что Ишуа о Машиях, что Господь говорит нам о том, что будет в мире перед тем, как Он вернётся в этот мир. Давайте обратимся, прежде всего, к Евангелию от Матфея. Евангелие от Матфея, 24 глава. И мы здесь можем прочитать со стиха 3. И через это нам Господь открывает или даёт вторую перспективу, божественную свою ситуацию в мире. Евангелие от Матфея, 24 глава, с 3 стиха. «Когда же сидел Он, кто это Он, Ишуа, наш Господь и Бог, когда же Он сидел на горе Лионской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» И теперь Господь даёт им ответ. Сиха 4 и далее. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить о Христос, и многих прельстят. Также вы слушаете о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это ещё не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут дуады, моры, под морами мы понимаем болезни, и землетрясения по местам. Всё же это начало болезни или же всё это начало родовых схваток. Это образ, который Господь Ишу использует здесь в Евангелии от Матфея 24 главе. Если мы сравниваем этот же отрывок с двумя другими параллельными отрывками, например, Евангелие от Марка, 13 глава, стих 8. Евангелие от Марка, 13 глава, стих 8. Тут Господь говорит следующее, «Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения». Это начало болезни. То есть в Евангелии от Матфея мы прочитали о том, что Господь предсказывает, что перед Его вторым пришествием будут моры. Моры – это болезни. Марк дополняет Матфея и говорит, что будут не только лишь то, что говорится там, будут глады, то есть будут голод и смятения. То есть люди будут смятений по тем или иным причинам. То есть они будут находиться в дисбалансе, в дезориентации своей жизни. У них будет полное смятение души, духа и тела. И вот это то, что дополняет нам евангелист Марк. А если теперь мы сравним с третьим евангелистом, который имеет тот же параллельный отрывок, Евангелие от Луки, 21 глава. Евангелие от Луки, 21 глава, и мы прочитаем стих 11. Тут мы видим еще один важный пророческий элемент, которого мы не увидели у Матфея и у Марка. Евангелие от Луки, 21 глава, стих 11. Будут большие земные трясения по местам и гладые моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Очень интересно. То, чего мы не прочитали у тех евангелистов, дается нам здесь, в Евангелии от Луки. Тут ясно говорится, что будут ужасные явления, великие знамения с неба. О чем тут говорит Господь? Я вижу, дорогие друзья, я делюсь своим мнением, думаю, что оно основано на писании, на реальных фактах, истории, богословия, и всяких духовных феноменов. Я понимаю, что ужасные явления, великие знамения с неба подразумеваются сверхъестественные феноменальные события. То есть то, что люди не видели своими глазами никогда раньше, будет происходить. Что мы можем себе представить под ужасными явлениями? Под ужасными явлениями мы можем, например, представить себе появление то, что называется неопознанные летающие объекты, или великие знамения с неба. Я думаю, что это связано. То есть, на мой взгляд, мы должны понимать ужасные явления вместе со следующей частью описания великие знамения с неба. То есть речь идет о каких-то ужасных явлениях и знамениях, которые имеют явно небесное происхождение. И действительно, когда мы немножко изучаем вопрос того, что называется потусторонний мир, или то, что называется как бы мир потусторонний или эзотерический, мы можем действительно сказать, что сегодня мы живем в такое время, дорогие друзья, когда участились всякие такие вот ужасные явления и великие знамения с неба, именно с неба. И почему я привел пример НЛО, потому что это действительно происходит. есть целая американская организация, которая называется Calls to Coast. Calls to Coast. У них есть вот этот сайт, то есть от берега до берега, если перевести их название от Calls to Coast. И они документируют ежедневидельно всякие сверхъестественные феноменальные события, которые происходят. И можно сказать, с большой уверенностью, дорогие друзья, что сейчас участились появления НЛО, что сейчас участились появления всяких сверхъестественных явлений, связанных с миром оккультизма. То есть многие люди спрашивают, каково происхождение неопознанных летающих объектов. Но мы можем сказать на основании писания, что их происхождение духовное, их происхождение не от Бога, их происхождение не от Спасителя, они не являются посланниками Бога, но являются той или иной формой появления сил тьмы, то есть той или иной формой проявления бесовских сил, которая проявляется. И что очень интересно, почему есть прямая связь, потому что конкретно здесь, на территории США, эти явления НЛО объясняются, то есть они часто как бы видны людьми, которые, например, живут в районе, где живут индейцы. Мы знаем, что это те районы, дорогие друзья, в которых практикуется идолопоклонство, идолослужение, оккультизм, визничество, то есть всякие мерзости творятся, и люди входят в прямой контакт с силами тьмы. И там особенно сильно проявляются вот эти силы тьмы, то есть то, что люди называют неопознанными объектами. Но Библия нам ясно говорит, что будут ужасные явления и великие знамения с неба. Поэтому это является очень реальным свидетельством того, что это происходит, дорогие друзья. И поэтому, если я могу гораздо больше эту тему раскрыть, но я хочу фокусироваться на теме того, как нам смотреть на события сегодняшнего дня через призму писания. две ключевые категории, дорогие друзья, которыми мы должны рассматривать эти события. Первая категория это божьи суды, которые происходят на земле, Исаия 26. Вторая категория, что да, действительно, мы живем в последнее время, мы живем в то время, о котором говорит Писание, и это не только лишь наше время, это время началось в первом веке нашей эры, потому что ясно об этом говорит апостол Иоанн, в первом послах Иоанна, дети, уже пришло последнее время, это был первый век нашей эры, мы живем в 21 веке нашей эры, и, конечно же, мы можем не сомнение сказать, что да, мы живем еще ближе к самому последнему времени, которое придет на весь мир, Божья суть, Второе пришествие, День Господень, восхищение Церкви, И поэтому когда мы смотрим на то, что происходит сегодня, мы понимаем, что да, время действительно очень непростое, очень последнее, и только мы можем правильно это понять, если мы смотрим в Писание, если мы вникаем в Библию, и тогда для нас могут открыться правильный взгляд на то, что и почему это происходит, и так, мы поняли, дорогие друзья, что Господь управляет всем, что Дух Божий является нашим Богом, Он наш Творец и Создатель. Мы также поняли, дорогие друзья, что мы можем рассматривать события, которые мы сегодня испытываем и видим через призму двух библейских категорий. Божьи суды происходят на земле, первое. Второе, мы живем действительно в последнее время, и распространение нынешнего вируса является вне всякого сомнения свидетельством того, что да, мы живем перед концом, перед вторым пришествием Господа. Мы не знаем, когда Господь вернется. Мы не можем ставить никаких дней, никаких чисел, никаких дат, как делали некоторые люди и до сих пор делают. Но что мы точно знаем, что Господь грядет, Господь грядет на облаках небесных, как сейчас мы пели также в этом прекрасном псалме для Господа. Итак, давайте сейчас постараемся ответить на следующий вопрос. Что нам делать с этой информацией? Что нам теперь с этим делать? Да, мы поняли, да, мы знаем, что говорит Слово Божье, но как нам теперь поступать? Я бы хотел, дорогие друзья, разобрать очень кратко, очень кратко, пять областей, пять областей для нашей жизни как верующих, конкретно, которые мы можем применить для себя в нашей жизни сегодня при всех сложностях, при том, что у нас нет совместного служения в доме молитвы, при всех сложностях, что мы не можем встречаться друг другом лицом к лицу, при всех других сложностях финансовых, эмоциональных, духовных, душевных, это все да, Господь будет и понимать, и не оставляет нас, мы это знаем, но мы что-то можем делать в это время и особенно в это время. Давайте же разберем эти пять ключевых областей применения того, как нам поступать. Первое, эта ситуация должна привести нас к еще большему смирению, еще большему пониманию того, кто мы есть, кто есть Бог и что происходит в духовном мире. Это очень важный ключ. первый, number one, humbling. Готовы ли мы смириться перед Богом больше, чем раньше и готовы ли мы смириться друг перед другом и другими соверующими больше, чем раньше. Очень важный момент. Давайте посмотрим, что говорит нам Слово Божье. Евангелие от Луки, 18 глава. Евангелие от Луки, 18 глава, стихи с 11 по 14. Евангелие от Луки, 18 глава, стихи с 11 по 14. И здесь мы видим, что Господь рассказывает такую вот историю. Даже давайте посмотрим с 9 стиха. Я думаю, будет правильнее, чтобы мы видели контекст. Луки, 18 глава, с 9 стиха по 14. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других. Следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став молиться сам себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи. Или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой Божий более, нежели тот, и во всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвытиться. Аминь. Так что же нам говорит наш Бог, наш Господь, наш Спаситель через эту притчу? Я думаю, это очень понятно, ясно. Господь предупреждает нас против самоправедности. И это время, в которое мы живем, некоторые верующие могут чувствовать себя, что они не как те, там, бандиты, преступники, наркоманы, всякие такие, и такие, 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 такие. Чувство самоправедности не от Бога. Чувство самоправедности не является признаком кротости и смирения, потому что, когда мы думаем о себе, о своей праведности, и, как Господь говорит, и уничижаем других, то результат очень плачевный. Поэтому Господь спрашивает нас, и меня тоже, и каждого из нас, на кого я похож? Я похож на фарисея или я похож на мытарь? То есть фарисей, да, он был человек верующий, он был религиозный человек, он знал свое Божье, может быть, даже лучше, чем мытарь, наверное, точно. Он исполнял все по букве закона, но у него не было любви к мытарю, у него не было доброты к мытарю, у него не было милосердия к мытарю, и когда этого у нас нету, мы чувствуем, что мы праведнее других, что мы лучше других. Вот, поэтому Господь, особенно в это время, когда происходит такая ситуация, дорогие друзья, мы можем духовно ослабеть, потому что можем подумать, у нас нету церкви больше, у нас нету служения, у нас нету собрания, понимаете? И тогда враг может высылать раскаленную стрелу прямо в наше сердце и бить по нашему сердцу и говорить, ага, так ты же праведный, так ты же лучше своего соседа, так ты же в лучшем состоянии, но Господь смиряет нас, меня и всех нас, дорогие друзья, показывает, насколько мы немощны, насколько мы слабы, насколько мы плоти кровь, дорогие друзья, но насколько велик Бог и насколько Он любит нас и хочет, чтобы мы были как вот этот мытарь, не как фарисей, потому что если будем как фарисей, то бородового не будет, а если будем как мытарь, что Господь говорит? А что сей пошел оправданным дом свой более, нежели то, то есть в каком состоянии мы хотим быть? В состоянии оправданной, быть оправданной Богом или самоправедность? Вот почему вопрос и вторая часть четырнадцатого сиха. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. То есть всякий возвышающий сам себя, то есть возвышаем мы себя. Ситуация очень такая, которая может привести к ослаблению духовному, нехватка общения, нехватка вторместных служений, вообще крутимся среди неверующих людей на работе, слушая все эти новости, поток негатива, тьмы, зла, наше голову, наше сердце, паника, то есть что происходит? Очень легко впасть в эту ситуацию. Поэтому первое, то, что я бы хотел подчеркнуть, это первая область из пяти. Первое, это что Господь смиряет нас через эту ситуацию. И хочет, чтобы мы не искали своей праведности, но праведности Божьей. Это первое, дорогие друзья. Вторая, вторая область, которую мы можем применить и использовать для своей жизни, особенно в это непростое время, это молитва. Это молитва. Я это говорю прежде всего себе, потому что эта часть моей жизни желает оставлять лучшего. Я вам могу искренне сказать. Но Господь говорит нам, не говорит, в слове Своем говорит, пребывайте молитвы, не освобивайте вашей молитвенной жизни, потому что молитва это наш канал связи с Всевышним. Мы не просто молимся к Нему, это не просто односторонняя связь, это двухсторонняя связь, Бог даст выше нас, потому что мы приходим к Нему через Господа Иисуса Христа, через Ишуа Мащеха, Он есть ходатай между нами и Богом Отцом. И поэтому, когда мы приходим с верою, мы молимся к Тебе, молим, Господи, да будет воля Твоя, помоги, помилуй, прости, исцели, я сокрушаюсь перед Тобой, Господь слышит. Несколько примеров индивидуальных молитв. Псалом 15, стих 11, Псалом 15, стих 11. И тут мы читаем следующее слово, Псалом 15, стих 11. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в действительности Твоей вовек. И вот здесь, дорогие друзья, мы видим прекрасное богословение, прекрасное обращение Божие к нам. Ты укажешь мне путь жизни, давайте так молиться, сейчас и потом, особенно сейчас. Вот прямо вот этим словом, вот этими прямо словами Господи, укажи мне путь жизни. Боже мой, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в действительности Твоей, у меня нету радости, я не ощущаю блаженства, Господи, дай мне, запрошу Тебя, прекрасное молитвение в это время. Первый пример, следующий пример, Салом 23, 6, Салом 23, 6, что мы тут видим, дорогие любви, 23, 6, таков род ищущих его, ищущих лица Твоего Божия Якова, это прекрасная молитва Салом Давида, и он тут говорит о том, чтобы мы принадлежали к роду ищущих его, то есть можно задать каждому из нас духовный вопрос, принадлежу ли я к роду ищущих Бога, понимаете, принадлежу ли я к роду ищущих его, вот очень важный вопрос для нас сегодня, да, если мы ищем его, ищем лика его, то мы знаем, что Бог не оставит наши молитвы без ответа, Псалом 32.19 Псалом 32.19 очень прекрасные слова, Псалом 32.19 тут написано, что Он, то есть Бог, душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их, слава Богу, аллилуйя, что тут написано, Господь говорит, что Он нашу душу спасет от смерти, и мы должны прямо вот этими словами этого Псалом молиться Богу, Господи, я прошу Тебя по имя Ишуаха Мащеха, Господа Иисуса Христа, я умоляю Тебя, спаси душу мою от смерти, Господи, я молю Тебя, чтобы во время голода пропитай меня и моих друзей, и моих ближних, пропитай нас, Господи, потому что сейчас, дорогие друзья, не только время во многих странах голода физического, я видел фотографии просто ужасающего голода, который происходит в стране, в мусульманской стране, которая называется Йемен, Йемене, а там люди худые, несчастные, такие, как во время концлагеря, это происходит сегодня, вот сегодня, просто, я это видел где-то писать, боль и страдания людей, поэтому мы должны молить Бога, просто взывать к Нему и просить Его, Господи, я просто умоляю Тебя, просто помилуй, просто спаси нас всех от смерти, и просто во время голода пропитай нас, думаю, такую молитву не откажет нам. Псалом 90-й, великий прекрасный псалом, особенно для этого времени сейчас, когда этот вирус свирецкий, молитву этим псалом, давайте молитву этим псалом, псалом 90-й, со стиха первого, с первого стиха, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю, Он избавит тебя от сети вовца, от гибельной язвы, от всяких язв, от всяких вирусов, дальше написано, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение, истина его, не убоишься ужасов ночи, стрелы летящим днем, язвы, видите опять, была язва, стихе 3, любительная язва, теперь стих 6, язвы, ходящие в мраке, заразы, опустошающие в полдень, мы должны провозглашать этот псалом каждый день, если есть желание, вот несколько раз в день, много раз в день провозглашать этот псалом, чтобы Господь сберег нас, семьи наши, детей наших, и ближних наших, от этой губительной язвы во имя Господа Иисуса Христа, молиться и покрывать себя кровью Его, молитвой, веруя, что Он не оставит нас, защитит нас и избавит нас. Значит, это вторая, вторая область, значит, первая была смирение, больше смириться, вторая была молитвенная жизнь, может быть, еще сильнее и эффективнее сейчас, а третья, это исцеление, давайте прочитаем, что говорится в мессианском пророчестве Исаии, великое мессианское пророчество страдающего раба Господнего, третья область для нашей жизни, Исаия 53 глава, стих 5, Исаия 53 глава, стих 5, здесь мы читаем слово о страдающем рабе Господнем, это пророчество нашло свое исполнение, когда наш Бог Иссарь Ишуа, Мессия, умирал на кресте Голгофы, Исаия 53, 5, но он, то есть он, раб, Господень, раб Божий, извезлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши, наказание мира в смысле умиротворения нашего было на нем, и ранами его мы исцелились, ранами его мы исцелились, и вот это великое обетование, это третья область напоминания, что если мы испытываем болезнь физическую, мы имеем веру и дерзновение в Боге молиться и ходатайствовать о физическом исцелении, очень многие верующие считают, что Бог сегодня не исцеляет никого, некоторые пастора так учат, что Бог прекратил исцелять в первом веке нашей эры, что Бог прекратил делать знамение чудеса в первом веке нашей эры, а есть даже целые богословские школы, институты христианские, которые учат этому, но это неправда, Библия нигде так не говорит, дорогие друзья, нигде так Писание не говорит, что Бог перестал исцелять людей, что Бог больше никого не касается, Бог да, исцеляет, Бог велик, и Он всемогущий, и мы знаем, что бывают тяжелейшие времена в нашей жизни, когда кажется, что где же исцеление Божье, но есть другие ряд вопросов, которые следует понять и разобраться для себя в своей духовной жизни по вопросу исцеления, это может быть отдельная проповедь, я просто не хочу уходить в другую тему, это отдельная очень глубокая тема, там очень много сторон, это далеко не единственный текст Библии, который ясно говорит об исцелении, но я верю, что Слово Божье, которое нам дано здесь, оно во всяком случае дает нам надежду и должно укрепить нашу веру, что ранами Христа мы исцелились, и мы должны принимать исцеление ранами Христа, то есть ранами мы можем принимать его крови, исцеление в свою жизнь, в свой организм, в свое тело, в душу, в дух и тело, то, что я вам сейчас говорю, это не какое-то харизматическое учение, это не харизматическое, это учение Писания, это то, что говорит Господь, и многие здравые служители, и пастора, и проповедники абсолютно так же понимают то, что я вам говорю из Слова Божьего, поэтому это здравое библейское учение, о котором нам говорит Господь, да, что ранами его мы исцелили, прежде всего, конечно, духовно, это 100%, потому что исцеление это наши грехи прощены, это самое главное исцеление, первое исцеление, но Писание ни в коем случае не отрицает и не убирает вообще с повестки дня вопрос физического исцеления, Господь сегодня исцеляет людей тоже, мы это знаем, есть много свидетельств, вот, но часто или иногда бывает то, что мы не всегда следуем тому, что говорит Слово Божье, например, что говорит Слово Божье, когда кто-то болен, ясно об этом написано в книге Якова, послание Якова, вы же знаете, так и вы, просто сошлись на него для вас, чтобы в контексте краткого рассуждения в исцелении третья область, этой темы применения в нашей жизни, Якова, пятая глава, стих 14, «Волен ли кто из вас, пусть призовет пресвятторов церкви и пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Аминь. То есть есть такая нужда, вот мы видим, что нужно делать. К сожалению, сегодня это не практикуется всеми пасторами. Я знаю, что есть пастора, которые говорят, что это к нам, сегодня к нам это не относится, я считаю, что это большое заблуждение. Это большое заблуждение, это не то, что говорит Бог. Где написано в послании Якова, что есть как сказать, на русском expiration date, ну то есть expiration date, что как бы все, вот уже до этого времени, а потом уже Бог уже больше не действует. Или это слово уже к нам не относится? Срок годности. Срок годности. Да, я забыл, я извиняюсь, да, срок годности, да. То есть тут срока годности нет, срок годности это нет у Бога свободности. Бог, Он живой. Написано в послании к евреям, Господь Иисус Христов вчера, сегодня и вовеки тот же. Тот же. Он тот же. Он изменился. Он велик. И Он совершает свои прекрасные действия на землю. Не только свои суды, но и свои исцеления. Если мы касаемся просто еще один момент, да, хочу сказать просто по поводу этой темы. Есть очень интересный принцип, который мы читаем в первом послании Крифона в 11 главе, помните, где говорится про хлебопреломление, что говорится, что если те, кто участвует в хлебопреломлении недостойно, да, тот будет поведен против крови и тела Господнего. Помните Крифон в 11 главе, 25, 26, 27, да? То есть написано, что некоторые из вас болеют, а некоторые и умирают. Помните Крифон в 11 главе? То есть если говорится о том, что люди болеют из-за того, что они неправильно участвуют в предчастии, значит, можно сделать обратный вывод, позитивный вывод, что если верующий правильно, достойно участвует в хлебопреломлении, то тогда Господь по милости своей, это не какая-то магическая формула, но по милости своей, когда мы принимаем в себя тело Божье, эту мацу, это есть тело Господне, мы принимаем кровь Господню, это есть венок, который мы пьем, который из тела, кровь его, мы принимаем это и сверхъестественное чудодейственное дело, действие по воле Божьей исцеления может нас также нас исцелить. То есть опять-таки, я опять хочу подчеркнуть, это не магическая формула, это не какой-то языческий подход, которым я вами делюсь, дорогие друзья, я просто говорю то, что написано в Писании, то есть я делаю вывод, то есть те, кто делали это неправильно, они страдали, они болели, а те, кто, можно взять вывод следующий, те, кто делали по воле Божьей, те, кто правильно это делали, рассуждали о теле Господнем, о крови Господнем, они были здоровы, то есть есть здоровье, благословение, когда мы участвуем в причастии правильным образом. Я думаю, это тоже важный ключевой момент. Есть интересный другой момент, можно ли, я тоже знаю, есть разные мнения на этот счет, можно ли проводить причастие, можно ли проводить хлебоприломление, когда нету пастора, когда нету рукоположенного служителя, когда мы не собраны вместе в церкви, в доме молитвы, правильно ли? Опять, вы можете услышать разные мнения на этот счет, я могу просто поделиться своим лишь мнением, я думаю, что оно основано на писании, но я не утверждаю, что это единственное правильное понимание на этот счет, просто лишь мое мнение. Я думаю, что оно тоже библейское. Я думаю, что когда есть как минимум два человека, два со-верующих, которые вместе собираются, у них нету возможности совершать хлебоприломление в церкви, нету рукопоможенного служителя, конечно, это хорошо, когда это все есть, слава Богу, но когда этого нет, когда мы, например, хотя бы два человека или трое, мы можем, я думаю, лишь мое мнение, я думаю, что оно не прочеролечит писание, я думаю, что можно совершать его прямым. Для этого нужно, чтобы был хлеб, лучше, чтобы был бесквасной хлеб, чтобы было маца, чтобы это было настоящее вино, потому что это то, что Господь делал на Пасху, на Песах, и с молитвой и благословения, как написано в Евангелии, 1 Корифон 11, совершать это служение, испытывав, подготовившись, молитвы, может даже в посте, подготовиться, чтобы Господь принял и благословил. Вот это мои размышления. Это краткие, я могу больше сказать, просто хочу как бы так вот быть concise в этом смысле. то есть вот мы уже разобрали три ключевые эреи, которые мы можем применить в своей жизни. Первое смирение, второе молитва, третье исцеление, четвертое, дорогие друзья, евангелизация. Я думаю, что сейчас время, в котором мы живем, это время для большей евангелизации. Это время, когда мы можем светить людям, что Бог есть, что Бог любит людей, что есть спасителем мира, что евангелие это истина, и что нет другого пути к Богу и на небо и в Царство Божие, только как через путь Божий, кроме через Ишуа Машиха, через Писание. Нет другого пути. Я думаю, почему это важно, потому что люди задаются многими религиозными вопросами. У них очень большой поиск духовный сейчас происходит. Они спрашивают, исцеляет ли Бог, они спрашивают, почему люди болеют в этом мире. Очень много вопросов, правильно? И сейчас у нас у всех есть возможность брать с собой Библию, когда вы идете куда, или вы с кем-то общаетесь, по телефону даже, из дома, открывайте свои уста и говорите, что я верующий человек. Не стесняйтесь говорить, помолитесь Богу, Он поможет вам, даст вам правильные слова, и Он вас наставит и укрепит. Обратитесь напрямую к Духу Святому, и Дух Святой вам правильно сказать в этот момент. То есть евангелизация, благовестие сейчас, потому что многие люди из разных религий ищут ответы на вопросы, у них нет этих ответов. А у нас есть эти ответы. Не потому, что мы лучше их или святее их, а потому, что по милости Божьей Бог нам открыл их. Слава Богу. Но мы сейчас должны быть готовы к этому. А не просто быть в позиции, что мы защищаемся только от этого страшного вируса, от этой язвы страшной и все. Но мы должны сейчас идти по возможности со всеми ограничениями говорить о нашей вере, говорить о том, что Бог есть, говорить о том, что Библия это Слово Божие, говорить о том, что есть спасение, что Бог любит мир, любит всех, ждет людей, чтобы они обратились, покаялись, обратились и чтобы нашли примирение с Богом. То есть это то, что называется подготовкой мира к чему, дорогие друзья, к пробуждению. Будет еще пробуждение. То есть мы видим параллельно тьма, свет, когда будет война идти, до конца, но это не то, что постоянно будет только хуже, хуже, хуже становиться, и все мы будем просто падать от ужасов и страхов. Нет, это уже будет там открыто самим вторым пришествием, уже с великой скорой, да, так будет. Но до этого времени, дорогие друзья, Веста не открывает нам. Мы видим, что Бог будет действовать. Бог не уж не куда-то исчезнет, и все, я уже тут не существую, я больше не открываюсь и ничего не делаю. Нет, Он есть, Он живой, Он существует. Но мы должны быть готовы об этом говорить. Мы должны быть готовы дать отчет о нашем убовании всем, кто спрашивает. 1 Петра 3, 15. Поэтому очень хорошо, дорогие друзья, знать немножко, во что верят другие люди, во что верят евреи, во что верят мусульмане, во что верят буддисты, хоть чуть-чуть что-то для себя узнать, во что верят мормоны, очень много разных ложных религий, но люди не знают, поэтому мы должны знать хоть чуть-чуть, чтобы знать, что им сказать, показать, почему мы верим, что Библия это действительно Слово Божье. Понимаете? И Бог поможет нам. Просто к этому четвертому пункту хочу обратить ваше внимание на 1 Тимофей 4, 5. 1 Тимофей 4, 5. 1 или же 2, я извиняюсь, может быть, это 2 Тимофея, 2, да, я извиняюсь, это 2 Тимофей 4, 5, не 1, я очень извиняюсь, 2 Тимофея 4, 5. Апостол Павел написал это письмо к Тимофею, молодому служителю, и он сказал ему в следующей сфере, но ты, то есть Тимофей, будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника. Что значит благовестника? Евангелиста. Что значит евангелиста? Тот, кто говорит другим людям о спасении спасителей. Правильно? То есть вот, что говорит Господь. Понимаете? Это очень, очень важный момент. Вот, исполняй служение свое. То есть сейчас, дорогие друзья, это не время подумать, окей, сейчас такая ситуация, мы в карантине, в субботу не встречаемся, далеко друг от друга. Нет, дорогие друзья, это время для исполненного пробуждения. С нас оно начнется, и другие люди увидят, что да, окей, там что-то, и люди отличаются, что-то есть другое. Это не просто религиозный клуб, или клуб по интересам. Понимаете? То есть делайте то, что вы мероприятие. Как написано, совершайте дело благовестника. Да, мы не все евангелисты, мы не все проповедники, и это нормально. Дело не в этом, дело в нашей готовности и желании. А Бог поможет. Это четвертая область. И пятая, последняя область, дорогие друзья, значит, первая, еще раз повторю, смирение. Второе, усилинная молитва. Третье, исцеление. Четвертая, евангелизация. Пятая, помощь друг другу, взаимопомощь. Очень интересный момент. Когда приходят тяжелые испытания в мир, да, испытывается наша любовь к нашим соверующим, братьям и сестрам. Вот тот, кто здесь собрался, людей, которых мы знаем. И мы можем услышать, что у них есть какая-то нужда. Может быть, кто-то потерял работу, нет денег, есть большая нужда. И вопрос, как мы отреагируем на это. Скажем ли мы, ну, хорошо, дорогая душа, иди, грейся с миром, пейся, все с тобой будет хорошо, Бог с тебя не оставит. Он же добрый пастырь. Конечно, Бог не оставит. Но если ты знаешь о том, что твой брат, твоя сестра нуждается в финансовой помощи, как ты на это отреагируешь? По возможности. Конечно, по возможности. Мы понимаем, что каждого из нас есть те или иные нужды. Все это понятно. Но такая ситуация, как, например, сейчас, когда люди теряют место своей работы, например, или же испытывают другие какие-то ситуации, которые не подлежат out of control. То есть они не могут контролировать их. Сейчас происходит такая emergency сейчас по всему миру, в том числе в Америке. Как мы, как я реагирую, и это прежде всего к себе говорю, как мы реагируем? Готовы ли мы по возможности оказать помощь? к нашим соверующим, которые нуждаются? Это очень, очень интересный вопрос, потому что этот вопрос фактически Бог испытывает нас, меня, всех нас, испытывает на самом деле что значит христианская любовь. То есть мы говорим брат мой, сестра моя, друг к другу можем пожать руку хорошо, улыбнуться, дай Бог, что так и было, и так и нужно делать. Я не против этого. Я только за. Я хочу в другой момент сказать, ограничивается ли это этим. Готовы ли мы поднять руку, телефон и сказать, дорогой мой друг, как ты поживаешь? Тебе какая-то помощь нужна? Может быть, ты не можешь ему помочь финансово? Да, конечно, может быть, хотя бы эмоционально помоги, хотя бы трубку подними телефон и скажи, как ты там? Ты жив? Ты здоров? Как твои дети, как твои родители, как вам можете чем-то помочь, хотя бы задать вопрос. Это будет проявлением, на мой взгляд, действия Божьего Духа в нашей жизни, проявлением настоящей христианской любви, христианского братолюбия. Понимаете? Потому что сегодня мы живем, я это уже говорил не в одной моей проповеди, вы же не раз слышали от меня, что действительно мы живем в очень эгоистическом мире. И общество, в котором мы живем, западное общество, оно очень эгоистичное. Я и я и еще раз третий раз я. И кроме меня никого нет и кроме моего мира никого нет. Это большая беда. И это происходит в том числе среди верующих. Я видел неоднократные примеры и в Америке, и в Канаде, и даже в Израиле, где я пришел к вере. В разных общинах, в разных церковях. Не важно вообще какая динаминация. И абсолютно не важно. Может быть написано мессианское, пактисты, харизматы, пятидесятники. Хоть что-то может быть написано. Дело не в этом. Дело в том, как ты поступаешь, как я поступаю, как мы относимся нуждающимся. Это очень важный вопрос. Бог испытывает наше сердце и смотрит на наше сердце. Равнодушны ли мы или мы готовы действовать? Он в мере возможностей, в мере сил. Бог все знает. Он не возьмет с нас то, что мы можем дать. Но готовы ли мы сделать? Готовы ли мы хотя бы поинтересоваться? Хотя бы с этого надо начать. Готовы ли мы поинтересоваться? Или мы привыкли жить в своем мирке, в котором нам хорошо, тепло и приятно, в котором нам не особенно «Боже, мы так интересны кто-то ближний, но не особо так, чтобы еще ему помогать, еще что-то для него делать, что-то ему финансово помочь или чем-то, в чем-то». Это большая проблема, дорогие мои. Большая, большая проблема. Но Бог нас хочет через это испытывать. Это пятая, на мой взгляд, ничемная область. Просто один текст из Писания, чтобы вы видели это, что я-то просто сам от себя говорю, чтобы это Бог говорит нам. Якова, вторая глава. Якова, вторая глава. Давайте прочитаем стихи 15-16, всего лишь два стиха. Якова, пятая глава, стихи, Якова, вторая глава, извиняюсь, Якова, вторая глава, стихи 15-16. Что тут написано? Если брат или сестра Наги и не имеет ни нового пропитания или у них большая финансовая душа, если бы в современном языке бы это сказать, по-современному. А кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им покрымого для тела, что пользы. То пользы будет. Пользы никакой не будет. Это будет бесполезно. Бесполезно. А что говорит Господь вот о такой ситуации? Якова 4-17. Прочитайте. Давайте вместе прочитаем Якова 4-17. Итак, кто разумеет делать добро и не делает в грех? И опять, я ни в коем случае не говорю, чтобы кто-то почувствовал себя виноватым. Для кого-то, ни в коем случае, дорогие друзья, говорит чисто в сердце с любовью. И себе мне, и мне, он говорит. Ты говоришь, Слово Божие, я просто дынусь с этими мыслями в контексте этой ситуации сегодня. То есть, если нам Бог дает, мы разумеем делать добро, но его не делаем, мы промахиваемся, мы пропускаем, мы промахиваемся. То есть, вот эту цель, то есть, промах, то есть, мы уже не попали в цель, в которую Бог хочет, мы попали. Вот, понимаете? Вот, то есть, я считаю, что это конкретное, конкретное применение для нас сегодня. Вы это можете прочитать в послании Иоанна, если хотите, первое послание Иоанна, вторая глава, третья глава, там те же самые слова написаны еще позже, там сказано на эту же тему. Тему, как относимся фактически, реально, физически, я просто на уровне чувств, конечно, должно быть чувств, но готовы ли мы? Надо начать хотя бы с вопроса, интересуемся ли мы друг другом. Вот, наверное, с чего надо начать. Это, наверное, будет начальная точка, отправная точка, дорогие друзья. Так что, вот, это ключевые моменты, которые я хотел с вами поделиться в этой проповеди. Так, Господь открыл нам сегодня свой взгляд, что Он есть наш Бог-седержитель, что Он источник жизни, что Он есть Дух Божий, Он дает нам все потребное для жизни. Мы также увидели две ключевые категории, через которые мы видим сегодняшнюю ситуацию с этим вирусом и другими событиями. Суды Божьи совершаются на земле, а также, что мы живем действительно в последнее время, и эти события сегодня являются исполнением пророчеств Библии. И мы также разобрали пять ключевых принципов, практических принципов, применения, что нам делать и ничего не делать в это время. Первое, больше смиряться перед Господом. Второе, больше пребывать в молитве еще с большим дерзновением. Третье, вера в исцеление Божие и призыв этого исцеления в нашу жизнь. Четвертое, евангелизация, благовестие, делиться нашей верой с другими людьми. И пятое, друг другу помогать посильно. Не только добрым словом, что очень важно, необходимо, но также и конкретно, реальным, в той ситуации, в которой мы находимся. хочу просто подвести итог, дорогие друзья, одним словом, одним местом из Писания, чтобы нас ободрить всех, чтобы нас укрепить в вере, что Господь вас очень любит, вы дороги Ему, Он не оставит нас, не оставит вас. Это красное слово, которое мы читаем о слове Господнем. 2 Тимофея 1,7. 2 Тимофея 1,7. Прекрасное, прекрасное Слово Божие для нас. Так Господь говорит, «Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Слава Ему, хвала Ему, честь Ему, что действительно Он есть вот этот Бог. Он есть вот этот Бог. Что Он дает нам силу, любовь и целомудрие, но не дух страха, потому что дух страха, если, кстати, слово, которому часто управляем, паника, это греческий термин, это Бог пан, физичество. То есть паника это фактически свадение в форму видового поклонства, такого таинственного, такого скрытого формы видового поклонства. Пан, языческий, уже греческий, уже Бог. Поэтому у нас, у нас нет дух пана, у нас дух Божий, Руаха Кодыш, дух святой, дух Божий, сам Господь, и Он нам дает то, что нужно, чтобы иметь эту силу, эту любовь, дорогие друзья, чтобы сейчас в эти тяжелые времена нам пройти. И потом, не только сейчас, то, что все эти принципы, которые я рассказываю, не только при нем, в частности, особенно. Бог помог нам, укрепил нас. Вот. И то, что я поделился от всего сердца с вами, Бог благословил, дорогие друзья, и чтобы дал нам крепость и силы, и выздоровление, и исцеление. И давайте, конечно, друг за друга молиться, давайте возобновим наши связи, наше общение, наши контакты, чтобы не быть просто, раз, вот, увиделись там, раз в полгода, вот, но, чтобы быть, действительно, служить вместе, быть в помощи друг другу, не отделяться друг от друга, не отдаляться друг от друга, потому что, я не думаю, что в этом будет добро и повесть. Продолжение следует...